всем привет видео по плагинам для visual studio code которые использую я в работе итак какие-то мы с вами уже поставили ну какие то есть меня ну соответственно вы можете также к себе их поставить вот по autocomplete тэг написано расширение пакет расширений который добавляет закрывающий тэг и переименовывает парный так автоматически вроде бы он делает все да судя по описанию ну вот пример да вот пишу тэг параграф есть сработал но теперь переименовываю например на батон кнопка то есть один так переименовался до точнее одна часть открывающая закрывающие нет поэтому вместе с ним я использую как раз автоматическое закрытие тэга и автоматическое переименование тэга я вот и сейчас выключил вот давайте их включим вот вот есть так и теперь могу перезагружать не нужно есть работала вот теперь работает то есть я переименовала здесь меня переименование прошло то есть вот три как-то я их установил autocomplete так потом автоматическое закрытие тэга и автоматическое переименование тэга дальше хорошего вот такой вот полезное дополнение как bracket pr colorizer это больше для visual studio но я вижу studio кода для работы с программным с языком программирования java скрипт к основа которого мы будем с вами изучать в ходе курса в одной функции может быть очень много скобочек и круглых и фигурных и чтобы как тот между собой различить вот-вот и вот-вот закрываются соответственно он их раскрашивать разные цвета дальше css пик это мы с вами установили можно посмотреть какие свойства у того или иного тэга да и где они расположены не тэга извиняюсь а у класса дальше вот такое плагин есть и css тректор что он делает например мы допустим сделали верстку вот но пока не прописывали стиле и чтобы вручную все классы дай и айди не переносить вот можно воспользоваться вот вот этим плагином ну например можно выбрать какую-то часть да ну можно выбрать все я нажму правой кнопкой дальше вот командная строка он палит и вот здесь вот у меня сразу предлагает ран и css тректор нажал и он не программа не программа плагин сделал отдельный файлик просто случайным названием и он перенес индекс html все классы и все айди классы как видите то есть он не все подряда то есть если у меня там несколько раз встречается лого имидж да или на и он перенес соответственно только один раз это хорошо то есть мы можем забрать туда вот вставить стиль это нам не нужно так дальше так это и css тректор дальше галп плагин для таск менеджера и галп вам пока не надо то же самое галп сниппет сниппеты то что я вам здесь показывал да например вот там блок на вот это сниппет так нажимаю вот это сниппет получился или например там пишу юл в нем будет умножить на 3 нажимаю там соответственно у нас появился маркированный список в нем три элемента списка это тоже сниппет называется но это сниппеты как раз для галпа вам пока тоже не нужно дальше лайв сервер этому установили вот тоже до спрашивали про иконки кого-то они могут отличаться от тех что у меня есть но я вот как-то к этим иконочкам привык вот такой вот есть плагин материал айкон тим то есть установим находим его устанавливаем и здесь можно выбрать но он собственно вот предлагает как раз одну единственную тему можно там вот они здесь кстати приведены примеры всех этих иконок но он просто меняет ну я на самом деле вот к этим иконкам уже привык много разных есть плагинов которые меняют иконки ну я пожалуй себе их и осталось так а ну пройти я уже рассказал плагины дальше тоже вам пока не нужно это плагин для пага по-английски мопс дальше это форматор для этого пага тоже вам не нужно соответственно вот как здесь формата да то есть он автоматически отступы доставляет это то же самое только для пара вот web font это для быстрого поиска шрифтов так сейчас значит что он делает плагин для поиска и внедрения или скачивания свободных шрифтов из фон сторож есть такой сайт фонд сторож точка ком и чтобы быстро оттуда что на себе что-то поставить вот можно воспользоваться вот этим вот плаги как он работает что мы делаем вот сейчас покажу на примере заходим наш css файл допустим если мы точно знаем как какой шрифт нам нужен но если мы верстаем с макета то есть если нам мы шрифт не знаем да сами сочиняем ну естественно нам можно сказать этот плагин будет бесполезен то есть нам надо зайти на сайт например там google фон с которым пользовались выбрать шрифт там а вот так вот там соответственно выбрать и потом уже его себя сюда вот внедрить подключить соответственно если мы знаем точно какой нам нужен шрифт как я уже сказал да верстаем с макета соответственно что мы можем сделать нажать правой кнопкой можно его скачать отдельно на можно его сразу внедрить то есть вот таким вот подключить другой css файл в наш файл css по средствам директивы импорт ну как вот мы подключили здесь вот вот эти шрифты сайта google и без да google фонс он же то есть я нажимаю в фонд вот он на плагин импорт фонд ну и какой-нибудь вот он мне сразу открывает строчку по поиску вот это все шрифты 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 бесплатные которые можно себе подключить но вот например выбираю анхиса гротеск есть такой есть написано пожалуйста не используйте это в производстве вы можете скачать могли бы до скачать этот шрифт из фонд сторож точка ком но тем не менее ладно вот вот так то вы используете анфиса гротеск если у нас в названии шрифта есть пробел соответственно мы заключаем его в кавычке при использовании ну например так вот у нас мы его это да вот мы использовали при заголовках получается у нас в h1 h2 ну давайте попробуем его поменять не мэри в это анфиса так он 400 соответственно он стандартный анфиса гротеск если его соответственно все они прогружаются у нас значит шрифт с засечками будет любой сериф эта категория шрифтов засечками ну nissan сериф соответственно это без засечек ну давайте посмотрим что вот он сработал то есть сделал как-то так напишу что будет да вот он просто выбрал какой-то стандартный шрифт с засечками какой-то шрифт а ну да он причем не написал всего понял так ну вот получать я буквой собираю делаем так как должно быть вот шрифт срабатывает так верну как было вот так это мы с вами уже рассмотрели ну в общем то вот может быть какие-то из плагинов которые мы сейчас с вами посмотрели вам понравится вы используете их для для своего visual studio код если вопросы остались конечно на связи и всем счастливо